И всё. Угу, угу, угу. А же козыня, а у меня безумие. Я врать, не могу. Ага, качество вообще соединения лучше. Ну-ка, я просто перезагрузу. Всё. Всё, гулять. Давай. Ладно, подожди, может вот так. Надо сделать. Я там не со звуком делаю. А, ну. Я уверен, что... А, это в натуре со звуком? В натуре со звуком, да. Смотри. Это такое. Это как это связано вообще? Не знаю. Сейчас ещё посидим, подождём. Кто там, что там. Блин. Стой на месте. Пам-пам-пам-пам. Всем привет. С вами Вейвери. И Влад. И Влад. Я так причесался. Понятно, я ничего не выстил. Одновременные просмотры. Один человек. Два человека. Всё, 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 всё. Всё, можно начать. Да, да. Вон Дима пишет кучу всего. Всем привет. О, Майк. С вами Влад. Да, всем привет. Да. Давай, Влад, расскажи, что ты сегодня будешь делать для нашего лейвера. Покажу, как я пишу музыку. Вфл-студио. Ну, чё, начнём. Расскажи, как давно ты занялся музыкой? Начал я заниматься музыкой где-то 3 года назад, осенью. Началось всё с того, что на Ютубе мне попались видеокурсы. Ну, там есть такой канал Школа Битмейкинга. Я посмотрел пару курсов и решил сам попробовать. Ну, и так как у меня с самого детства как-то завязано всё на музыке, я в детстве пел, всегда хотел на чём-то играть, в итоге получилось на фл-ке сейчас. Вот так. Хорошо. Включи, что ты делал. Сейчас предлагаю посмотреть один из моих проектов. Для кого ты делаешь это? Есть заказчики или ты просто пока что для себя? Нет, пока это как хобби, чисто для себя. Я могу что-то написать, слушать сам, переслушивать, допустим, находить какие-то косяки. Блин, ты бы класс. Потом садиться их исправлять. У меня бывает такое, что я ложусь спать, слушаю какой-то свой бит, потом что-то я нахожу в нём, я вскакиваю, включаю комп, сажусь и доделаю. Какой же я, какой же я подонок, что же я сделал? Пока я ещё помню. Так. Тут цифры, тут цифры. Бывает такое, что по несколько раз пересажу. Я думаю, что сейчас будет схема вся, да? Да. Ничего себе. Ну да, это тебе не премьер про, конечно. Ну да. На самом деле полностью сведённый трек у меня бывает такое, что и полностью не воспроизводится. Начинаются хрипы какие-то. Ну чисто потому, что не тянет, потому что? Да, ну вот такое. Вот, буквально месяц назад написал. Скачал я на самом деле луп. На самом деле я раньше писал только со своими. Ну я ручками всё, все мелодии писал. А с недавних пор начал пробовать что-то делать с лупами. Ну на самом деле лупы это зло. Да, 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 лупы. Это чисто если уже фантазии вообще не хватает. Хотя и можно накрутить такого с лупами, что и там... В общем, вот так звучит луп. Лупа и пупа. Просто мелодия основная. Ну то есть её ты, получается, монтируешь. Ну её я... Что я с ней сделал? Я опустил пич только на октаву вниз. И уже на постобработке... Что я с ней только сделал? И в итоге тут куча всего, блин, не находитесь. Я её просто на октаву ниже поставил. И на постобработке я ещё добавил ещё на 5 полутонов лист. О, включи то, что ты мне отправлял. Самый первый. Как он называется? Я могу. Скажи, как он называется, я его найду. Да, хорошо. Он мне напоминает... Чем-то минусовки скрипа. Да? Да. Ну вот. Напишите, как нас слышно. А ну, включи эту штуку. Боже мой. Запиши трек Влад на речи. Влад поёт. 6 лет знакомый. Так же, пение. Фу. Чёт не читает. Багадан Солунуха. О, здорово. Катя, на расстрел. Можно по-русски? Что? Дима, ты меня вот это... Злишь? Вот. Вот это. Мод. А, вот. Сейчас. Сейчас. Сейчас Влад включит то, что мне понравилось. Очень сильно. Это жер. Жер. Так, это у нас... А то написано никак. А, это у нас 210. А ты мне так талию не скинул. Блин, если честно, мне стыдно за неё. Там такая золотая получилась. Если честно. Я даже не шарю в музыке, чтобы вы понимали. Ну, там реально только два инструмента. Бас, кик и снейр. Всё. А, вот это вот то, что я не поняла. Ну, ещё такие вот хай-хай-тики и всё. Ну, если оно хорошо звучит, то почему нет? Ну, давай чуть позже я открою. Типа, попозорюсь. Попозже, да? В общем, у «Скриптонита» был конкурс на лучший ремикс. И я говорю, Влад, сделай что-то. И он такой, ну-ну-ну-ну, держи в курсе. Здесь я уже писал ручками. Вот есть мелодия основная. Вот. В общем, я смотрю. Я смотрю, ты можешь и кустричать. Вот. смотрим до обработки она играла играла вот так без эквализации вот это обработано повесила вот такой плагин что он делает он понижает на 5 полутонов мелодию и делает ее как бы как так объяснить третями ну то есть нотка каждый играет не не четко в такт а как бы ну грубо говоря если мы включим нет если мы включим метроном то то получается мелодия играет как бы чуть чуть позже чем метроном то есть как бы она и в ритм идет но при этом как будто отстает из-за этого такой эффект кача получается ну частенько кстати у нас как в качестве подложки выступает чего такое такая мелодия но она похожа на самом деле берется записывается вот этот отрезочек то то есть вот мелодия основная потом ну делается как бы записывается сэмпл потом нарезается вот так вот каждый такт и все эти кусочки вот так разворачиваются потом заходишь сам 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 этот и нажимаешь отсюда реверс и она еще раз реверсируется то есть получается это кто тебя так научил издеваться это я в youtube в ю тубе очень много всего вот и но она в качестве подложки если без нее будет играть вот так как будто пустовато так ну еще один показать можно можно начинать давай начинай что там ну-ка прийти секундочку я хочу посмотреть что там камера так власть это прячется да я же не вижу себя я тоже себя не вижу вот и так это спрячь это нам не нужно вот этот чат можешь смотреть что-то хочу музыку хочу рэп от кати почему вы не читаете все мы читаем мы читаем так просто у влады не такая большая студия как у меня так ставьте плюс если хотите чтобы записать рэп нужно сначала бит написать и чо ты по клавиатуре классе еще и записываешь да просто от балды ну я вот думаю записать какое настроение ну не знаю как всегда никакой можно написать что-нибудь с гитаркой ну еще в нектус заглянуть можно добавить какие-то еще куда куда готовы не давай что-то с мышь показываем чо да как правильно ну это тут уже инструменты это называется допустим эмуляция акустическая гитара нажимая нажимая на кнопочку на клавиатуре можно еще на миди клавиатуре которой у меня нет пока можно играть что-нибудь можно записать что-нибудь и здесь в пианороле ну то есть ты нажимаешь ставишь нотку и потом ну я допустим ну типа игра одним по этим моментам так давай выберем а ты как обычно делаешь давай выберем первое что мы должны выбрать это темп ну да ну а что ты обнаружишь тебе так удобнее? тебе так удобнее? ну на самом деле да ну делай а как ты подбираешь? ну то есть ты знаешь ноты? ну смотри в FL ну я делаю и отстанет если ты пишешь музыку ну допустим ты нот не знаешь и ты ставишь везде но хочешь чтобы оно звучало ну как-то аж ты же пишешь музыку да да вот здесь есть такой раздел helpers sky highlightings и ты получается выбираешь тональность и у тебя нотки подсвечиваются в гармонии ну то есть ты допустим в тональности натуральный минор вот это вот эти нотки те что чёрное оно будет звучать ну как-то вот например если я возьду поставлю ну окей делай делай я буду молчать нет я не буду молчать ты молчай нет твоя как раз задача не молчать ну хорошо я не буду молчать ну короче власть сейчас мутит музыку и он сейчас генерирует какую-то мелодию что было дальше что было дальше почему так часто молчишь Юля вырывается в алло так алло 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 Юля о красивый мне вот этот инструмент больше нравится я читаю чат все Юля говорит что мы должны нарушать чужие ценности поэтому давай грязно делай а что это за тёканье? это метроном она таки будет звучать? нет метроном мне нужен только для написания на логе для себя но это чтобы с ритма не сбиваться да угу блин прикольно ты когда двигаешь она начинает я пришла помешать как ты это делаешь? нет как ты это делаешь? как ты это делаешь? а как? ну типа ты вот ставишь звук там где ты чувствуешь надо его поставить и всё ну я на самом деле слушаю ну я ставлю а потом слушаю как оно звучит если мне нравится я продолжаю дальше если мне не нравится я бывает что-то пишу пишу потом раз всё стёр это с таким же успехом я просто пианино поставить и вот так вот уклазать пока мне не понравится ну пианино там тебе сложно что-то набацать это надо уметь играть а тут а тут в принципе достаточно мышку иметь да хорошо с Каю интересно что из этого выйдет джинго баланс какой-то джинго баланс какой-то сейчас сложно так на самом деле оно бывает бывает какое-то творческое вдохновение сразу идет Это бывает такое, что там надо посидеть. И сейчас мы не вовремя. Тик. Давай что-то грязное. Грязное? Ну, на самом деле, мы можем, чтобы не тупить. Давай, я готовы? Я могу написать с нуля один из своих старых бетов. Это будет как раз как... Обучалка. Да. Ну, давай. Будет по... Скажем так, по шагам, что я делал. Ты меня выбросал? Ты меня выбросал? Нет. Так отлично! Так, интересно, что это? Давайте музыку, давайте рок. Рок, а то детский вальс какой-то, ахаха. Детский вальс. Рок. А ты на детском вальсе танцевал, Дима? Тебя приглашали, девочки, на белый танец? Да. О, кстати, у меня был бит вейс. Смотри. Похожий. еще не знаю но если честно то бывает такое как знаешь приятный сюрприз ты открываешь какой-то один из старых битва который не просто я же не все проекты от рендер его ты узнал его или узнал? да, это я описал а ты пытался не пугать людей? а чем я напугал? ну типа ты для хоррора песни пишешь ты же говоришь грязь но это не грязь грязь это там где сучки ладно грязь а не кровь ладно я придумал сейчас возьмем я вспомнил я раньше писал такой здесь вот давай напишем тот который тебе понравился ну давай я его на иисус помню я не помню только единственное какой у него темп быстренько подглянем 132 а дальше поехали блин это интерфейс такой вроде знаешь сложный а в другой момент такой что нам тут пишет скай накол короче нас смотрят только свои нет смотри четыре человека я не знаю кто два остальных ну мама папа сна ну еще какой-то эси трейн а когда начнется постельная сцена ну никогда мы сегодня пишем музыку так банзе такое на youtube у меня в инстаграме еще не забанит так 132 это ты иззади звук взял топ да да и 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 получается случайно. Сами? Да, сами. Что ты делаешь сейчас? Открываешь этот проект, да? Угу. А ты можешь у вас сразу проект открывать в одной программе? Как фотошипе. Ты имеешь в виду два проекта? Нет. Получается либо один... Либо ты подсматриваешь, либо сам делаешь. Либо два. Я поняла. Запомни. Запомнил? Да. Ещё раз посмотрю. Самое сложное это вот эта мелодия на самом деле, хотя она и простая. Боже мой, сколько букв. Это всё... Это в расширении цифры. Точнее никого не щадишь, да? Не пусть. Сделайте, может, музыку из зумков каких-то. Помнишь, как мы делали подосы? Это говорит Скайп. Та-та-то. Ну, ты понял. Та-то. Ну, дальше сам понимаешь. Не, мелодия пугающая вообще. Это же получается электронная музыка, правильно? Да, вот она. Та-та-та. Та-та-та. Это какой-то переход? Конечно. Ну, это вот. Та-та-та-та-та Та-та-та-та-та-та Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Вот так, а назад. Да, да, да. Ты сейчас вспоминаешь? Да. Ну, я вообще это придумал. Вот она у меня в голове так была. И я тыцал-тыцал, пока она не сошла с тем, что я придумаю в голове. У меня с рисунками так же, но ничего не получается. Теперь делаем квантизацию. Что это, что это? Ну, короче, квантизация, она подстраивает нотки так, как в пресете. Ну, то есть, допустим, есть такой пресет. И она подстраивает, во-первых, громкость каждой нотки. И из-за этого получается... Ну, раньше они играли, типа, все одинаково. Вот, видишь? А теперь... Ну, типа, на разной громкости и появляется какое-то уже движение. Дальше... Что у нас было? У нас был, по-моему... Ну, такой снейр пойдет. Это папка с какими-то готовыми штуками? Ну, это сэмпл паки. То есть... Ну, драм-киты их называют вообще. То есть, здесь... 808-ые, например. Клэпы. Ну, и так далее. Так. 45 минут... 45 секунд скает. Ого. Что он там так... Можно какая-то идея мне 503-хера, чтобы его просто потом посмотреть. Как я слушаю, у него сообщение Тима. Аня, ты смеешься, что так же слушаешь? Ну, да. Ой... Да, ты прав, Тим. Ты действительно прав. Но! Уже все. И еще это добавим. Еще это добавим. Ага, вот так, все-таки. Так что у нас случилось? Все. Ах... а это что? не молчи! что ты добавил? это снервис, это кик. это ты спарбак взял, просто взял и перетянул. это удар, ну кик называется. это, ну смотри, чтобы было понятней, у нас есть какой-то сэмпл, какой-то звук, мы его добавляем сначала вот сюда, например, ну это channel rack, то есть здесь все инструменты, отсюда уже я захожу, ну нажимаю, например, нажимаю piano roll и здесь прописываю каждую нотку. ну то есть тот же самый, допустим, кик, он тоже на своей ноте какой-то играет, например, на вот этой. а слушай, так удобно, у тебя целая конструкция, под которую ты делаешь. ты можешь просто добавляйся в ритм. угу. ну кстати, как она играет? как она играет? сейчас мы послушаем сразу. не, не так, не играла. не, не так. не, не так. так, что generally more. kindergarten to2. тоже то же самое. это скорость между ними, да? ну это расстояние, допустим, между каждой ноткой. Допустим, если я ее в другом месте поставлю, она, ну, естественно, будет по-другому звучать. По-моему, здесь. Вот он! Вот он! Ну, прикольно, как ты вспоминаешь. Вот тут, и так знаешь, как будто это играет, и такой, ну вот, сейчас, сейчас... Ну, вот она вот здесь вот должна быть, я помню, что вот здесь. Так. Это даже какая-то штука. Так, по-моему, давай бас пропишем. Я обычно прописываю обычные, ну, есть, типа, уже обработанные чьи-то, допустим. Заходишь, там, они вот, например, вот такие могут быть, там, пердящие. Вот, я беру обычно чистый и обрабатываю его сам. Просто обычный, вот, вот, ой, никакой. Так. И растягиваешь? Стоять, стоять, у нас же ж, у нас же ж на пять полутонов назад, раз, два, три, четыре, пять. Где-то. Не, не так. Вот так. Что ты только же делал? Смотри, у каждого сэмпла есть своя тональность. Ну, так как тут написано, а, С. С это до. Вот. У нас вот этот плагин, про который я рассказывал, вот этот. Ну, который понижает на пять полутонов тональность и делает вот эти фишки со временем. Вот. Он понижает тональность на пять полутонов. И, естественно, мы бас прописываем тоже, надо его на пять полутонов ниже. Ну, чтобы не делать это в пиано-роле, подстраивать, можно просто сразу выбрать, ну, типа, как калибровать ноту. То есть, нота С, мы откалибровали ее, вот, как нам надо. Так. Кстати, про жвачку ты спрашивала не зря. Да? Нет. А что, у меня уже этот перегар. Давай сюда. А я тут пока музыку напишу. Так, куда бросать дональти? А ты со второго аккаунт один? Так не работает. У меня на карту. Вот. Еще такой момент, что обычно я, ну, сразу, какие вещи надо делать с 808, чтобы играло все хорошо. Вот. Во-первых, здесь вот должна стоять галочка, cut itself. Это когда проиграла одна нота, и начинается следующая, но предыдущая еще доигрывает. Вот. И из-за этого они могут накладываться друг на друга, и получается, как бы, каша. Когда нажимаешь cut itself, то когда играет следующая нота, предыдущая сразу замолкает. Если, допустим, убрать, то будет, ну, допустим, ну, допустим, ну, короче, вот так. Дальше в настройках самого сэмпла, ну, можно его, допустим, немножко усилить. Ну, вот он стал таким немного пердящим. Ну, это на самом деле просто среднечастотные гармоники у него появились. Он стал, типа, уже не гулким таким просто басом, а таким немного как... Короче, то, что я сказал. Дальше. Вот эти линии, это как у нас играет сэмпл. То есть можно настроить атаку. То есть сэмпл сразу начинает играть на максимальной громкости, либо немножко, как бы, с задержкой. Это длительность самого сэмпла, ну, максимальную ставишь. Ну, и дикей это, это как типа эхо. Ну, то есть когда ты ноту отпускаешь, а она еще играет. Допустим, если сделать ее вот так, я отпускаю, а она еще, как бы, чуть-чуть играет. Вот. Сделаем атаку чуть-чуть меньше. И тогда бас уже не бьет так сильно. Здесь у него как удар есть. А здесь он более мягкий. Вот. В будущем это нужно будет для того, чтобы, когда он играет вместе с киком, они вместе друг другу не мешали. Но это еще и при сведении делается там. Вот. Уживая. По-моему, так было. Так. Потому что серьезными делами занимаемся. Ну да, на самом деле, когда я смотрел, допустим, как, ну, кто-то на YouTube там снимает много кто, как они делают бит, то там ты делаешь и рассказываешь это все на монтаже. Вот эти все вырезаются. В прямом эфире оно вот так. Сейчас чуть-чуть громко. Тут Влада пульт для взлома кода Пентагона. Ну да! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Он же не любит одним сообщением писать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Смотрите. Так. Я подключу свой телефон, потому что я не знаю. Знаешь, как я отвечаю обычно? Типа на стримах, типа, ой, уронила. И наклоняются в юбке. Поддерживают активность. Что ты сделал? Что, хай-хай ты добавил? Что у вас, папа? Ну, у тебя есть звук. Я это говорю, чтобы говорить. Звук, ты его ставишь, как ты хочешь, и оно потом вместе играет. Можно, на самом деле... Это не претензия. Я просто хочу, чтобы ты, ну, типа, сказал, что ты вот рублен эту звук, ставлю сюда, звучит. Ну, ты же там где-то гуляешь. Я это сказал. Ты об этом подумал только. И сейчас ты его будешь дублировать, правильно? Ну да. Ура. Ура. Ай... Посмотрим, что там у нас в чате. Кто пишет гадости? Кто там пишет гадости? Давай знаешь как. Ну ты уже написал. Лучше будет. У нас, ну, чтобы не сидеть, не тупить. Потому что написать то же самое два раза, это как... Но ты же показываешь при этом что-то. Ну, я могу показать, допустим, как я это сделал, но когда ты пишешь что-то с нуля, то очень сложно попасть в то же самое. На самом деле я даже слышу, что я это из себя выдавливаю больше. Но это звучит одинаково. Но фишка в том, что ты же сам слышишь, ну типа ты слышишь, что это не так. Но я слышу то же самое. Ну да. Ну вот. Все хорошо. Релакс. Вот хай-хеты, например, я вообще написал. Я не знаю, как у меня так получилось написать. Ты просто задрозил в это? Они тоже как-то... Ну да, вот. Вот эту фишку с басом тоже. Последний момент, круглый масс. Бас был до этого вот таким. А стал таким? А стал таким. Здесь он прерывается, потом снова появляется. Вот это лучше. Кстати, кстати. Знаешь, что я понял? Что? Это не последняя ревизия. То есть ты несколько раз переделал? То есть, ну это второй раз, а я еще делал третий раз. И что ты там добавил? 2105.2, 2105.3. Я, по-моему, немножко поменял те же хай-хеты. И в конце, где заканчивается такт, я долго думал, что сделать с переходом у кика. То есть, как сделать, я там делал пробежечку. Ну вот это вот место. Вот, здесь. Сейчас я немножко. Погромче сделаю. Да, я слышу. У баса есть такое, смотри. В конце. Такая пробежечка. То есть, он делает, как-то... В конце. Вот. Что еще тут интересного? А как ты это сделал? Ну, смотри. Порезал? Просто порезал ноту. Намного частей. Вот. Один бас сейчас играет. Вот. Держи. Порезал. У нас вот этот звук, он играет здесь. Здесь вот такой. Получается два... Ну, скажем так, два вот этих квадратика играет такой. Здесь уже играет на октаву выше. Ну, типа, как развитие какое-то, чтобы было. Потому что, если оно все время будет одинаково, то будет скучно. Ну, и как бы у нас... Здесь как бы... Больше как куплет. А здесь уже больше как припять. Здесь появляется уже треугольник. Вот. Вот. Есть такой еще звук. Ну, типа... Ну, я понял. Красный чик-чик. Ну, она еще на оружие похожа. Ну, да. Можно еще типа чик-чик. Вот здесь есть еще какой у нас звук. А! Взмах мяча. Такой классный. Вот. Он особенно классно играет вот... С вот этой вот кассой. Ну, это без мелодии. Прикольно. Можно, в принципе, и без мелодии. Ну, да. Знаешь, как в конец подобное ставляет? Ну, типа, слышно вот это все. Как оно... Блин, я не могу это описать словами. Так. Кстати, вот эта вот мелодия тоже. Здесь играет такая. Потом дальше для развития тоже повысил ее на октаву. Вверх. Она играет в такой вот яме. Прикольно. Как стеклянная. Здесь вот, кстати, я хотел сделать, типа, как эффект остановки пластинки. Ну, то есть, как будто вот здесь вот она останавливается. И потом раз и снова воспроизводится. Что такое еще? Я попробовал. Мне не понравилось, как оно звучит. И... Ну, вот сейчас я включу, как оно звучало. На финальном халке. Ну, то есть, как бы... Ну, я долго игрался и понял, что, ну, тут лишнее. Без него просто, типа, как в яму уходит, а потом выпивает. Ну, и снова вот этот... Вот эти два квадратика играют. Вот эти вот два. Без ничего, в принципе, нового. Здесь играет меч без кассы. Здесь бас пропадает на секундочку. Ну, и здесь вот играет просто уже мелодия и два сэмпла. На октаву вверх и на октаву вниз. За сколько больше минуты? В общем, сколько минуты? Три двадцать, три тридцать, ну это обычно долго, у меня обычно треки занимают там по две минуты двадцать секунд. Это хорошо, смотри какая кульминация у него там. Ну это уже полная аранжировка. Ну то есть они болеют больше свадьбы. Ну да. Слава Богу. Давай покажу еще другие. Так, вырубите свет и вырубите неон, будет атмосфернее, оператор в чате. Если мы вырубим свет, то вы нас вообще не увидите. Как ты там вот сказала? Как где? Как в Зуфе? Не, не помню. Вроде бы так. Это я должна мыть у кассаты, да? Я ж тебе ничего не говорю. Ты... Ждем. О, вот это мой любимый. Начнем с той же самой мелодии. Вот замечательный драм-кит. В нем есть такой сэмпл. По-моему... Вот это он. Война. Конец 45-го. Конец 45-го. Война. Да, вот этот я использую. Война. Война. Ну, здесь он играет уже по-моему совсем. Так. Да, вот он. Вот. Здесь подключаются кик, бас, снейр и два пьяка, и пианино свое. Это пианино я написал тоже под него. На него я вешал Retro Color, но он не понадобился. Он по-моему сильно испортил звук. Помнишь, что я тебе рассказывал сегодня про эффект, когда на звук накладывается эффект и как-будто нота гуляет? Вот я тебе сейчас наглядно покажу. Понимаешь, это какой-то странный, как на старых кассетах, на пластинках. Да, пожеванный. Такой пожеванный звук стал. Здесь и так, скажем так, мелодия необычная. Я послушал. Это застройная пианино. Ну да. Вот такой у нас перк. Ну это снейр по сути. Только он играет как перк. Просто как ритмичный. Включим вот так. Есть ещё такой перк. Пробежечки тоже по кику. Есть такие. Сам кик. То есть вот эти вот звуки. Ну это кик так делает. Вот. Я сделал два паттерна кика. У меня есть первый как бы кусочек и второй кусочек. Для первого квадрата и для второго квадрата. Но так как у нас здесь типа как... Ну типа как идёт развитие, ну как я не знаю, к дропу. То здесь я половинку кика убрал. Ну и бас тут тоже прерывается. Ну он три четверти играет. И вот последний четверт тоже прерывается. Это за что я люблю груз бит. Он любит когда чётко сначала такта включаешь. Как мы видим здесь сначала я тоже мудрил. У меня сначала были написаны вот один кусочек, второй. А здесь я уже по ходу доставлял вот как не хотелось. В плейлисте можно любой уже написанный паттерн. Можно его вот так вот порезать. И что угодно с ним делать. Куда-то его вообще подсунуть можно. Ну и здесь я тоже вырезал кусочки вот так вот. И вот этот кусочек с пробежкой. Я его всунул сюда. Не получилось как бы. И бас у меня тоже. Есть бас первый и бас второй. Они отличаются тем, что по-моему, по-моему, первый играет... А этот сыграет... А! Всё, я вспомнил. Вот этого второго. У него последняя нота тянется. Аж до конца. И сейчас баса нет. Здесь он снова появился. И получается в этом, уже в этом кусочке. Здесь у нас играет бас по-другому. Ну и вот так вот. То есть вот если включить один бас, будет слышно. То есть как бы переход к следующим. Думаю, если б я не видела, я бы не сказала, что я слышу. Ну, если это слушать в маушниках, это очень хорошо слышно. Ну, если б они были два одинаковые, то не было б какого-то разнообразия. Но всё играет. Вот один квадрат и второй квадрат, один квадрат, второй квадрат. Вот здесь как бы какое-то разнообразие. Дальше. Слышишь? У нас что-то поменялось. Это Gross Beat. Я так и не нашёл, как сделать, чтобы у него не было привязки к времени. То есть если я его запускаю чётко сначала так, то он играет нормально. А если я запускаю где-то с другого места, то он, короче, портит всё. Есть тут ещё такой звук. Да, я его слышу. Вот он придаёт просто охерительной атмосферности. Такой и широкий, и какой-то, какой-то как, знаешь, мрачноватый звук. Как я его сделал. Изначально был он вот такой. Такой режущий. Накинул я любимый плагин Half Time. Тоже четверть и скорость полтора меньше. То есть он понизился на пять полутонов вниз и как бы стал такой, типа как запоздалый. Дальше. Дальше. Imager. Это плагин для расширения звука. То есть он как будто играет не по центру, а далеко. Ну это слышно по тому, как ты, допустим, сидишь в наушниках и звук как будто есть где-то по центру, а есть где-то как будто далеко. Вот. Эквалайзер. Отрезал вообще ему низкие частоты, потому что у него, ну по сути здесь, здесь у него грязь. Эти, эти низкие частоты его нам не нужны. То есть если послушать, тут один шум и он только мешать басу будет. Дальше. В Гроссбите у меня сделан такой типа сайдчейн. Вот. Это когда громкость рисуется вот, ну то есть она, она регулируется по вот этой вот линии. То есть от нуля вверх, потом снова резко вниз, от нуля вверх. Вот. То есть получается звук. Ты сколько его три раза, ну, редактировал? Ну, это вот я повесил целую гору плагинов. Это по порядку их обрабатывал. То есть получается у нас звук такой типа как ВВУ. Ну, слышно. Угу. без него играет вот так но нет вот этой динамики которая как раз придается грузбитом потом дальше стерео шейпер стерео шейпер я добавил по моему просто для здесь есть пресеты для тоже для расширения звука но они скажем так более стандартизированный то есть ты выбрал какой то который тебе больше всего нравится и он получается делает маленькую задержку между левым и правым каналом и у тебя создается ощущение как будто звук стал шире дальше еще один еще одну расширялку добавил от пакета waves ну короче без них вот он как будто ну узко играет так намного шире реверберация флагин такой endless smile ну вот так вот нормально потом retro color по-моему это для обработки ну добавления в звук немножко грязи то есть как бы здесь стоит пресет раньше были усилители ламповые ну типа эффект лампового усилителя ну и еще один в конце эквалайзер в котором я порезал вот эти вот режущие слух звуки вот этот самый такой на уши давит я его приглушил и низ немножко добавил ну в итоге было вот так стало так пианино тоже заодно покажу я любил мультибенд компрессор то есть он он анализирует громкость каждой частоты если она превышает порог в 0 децибел ну то есть слишком громко она его приглушает ну то есть вот оно просто прыгает максимус это плагин ну максимайзер ну то есть он просто увеличивает громкость определенных частот ну он еще немножко работает как компрессор то есть он делает звук более плотным и громким еще реверберация слабенькая вообще потому что он и так типа ну и так легкая реверберация у него есть ну реверберация это эхо не есть эхо когда ты что-то сказал и оно повторилось это дилей а есть такое как эффект как будто ты говоришь и какие-то такие гармоники появляются например на примере сделаю вот это вот реверберация только играет это чисто звук и в конце тоже эквалайзер чисто подрезал вниз больше ничего не делал так прикольно сэмпл я обрабатывал тоже там могу показать у нас есть эквалайзер у нас есть вот такая офигенная штука пакета waves тоже классный плагин если давай послушаем как оно было до как будто кто-то на магнитофоне включили практически вот дальше смотри эквализация подрезал ему вот этот гул средние частоты немножко вот в принципе все вот этот плагин J37 который я говорил он сделал звук он стал какой-то более ровный ну то есть он он стал немножко тише но при этом он больше играет в левое ухо и какой-то более как я не знаю как объяснить в общем я попробовал как он играет есть такой фильм такой пресет поставил ну как будто как будто с ленты играет вот расширялка тоже чтобы шире играла слышно разницу компрессор ну это просто для увеличения громкости я поставил то есть он слушает и какие-то частоты усиливает если они тихие endless smile еще реаберация чуть-чуть тоже и в конце эквалайзер вырезал вниз и вырезал немножко вверх наверху у него были вот это тот сейчас вот это место у него ну короче такой высокочастотный такой песочек не сильно приятный для ушей я его тоже вырезал с басом у меня по-моему все просто вот есть такой биткрашер дециморд он по сути делает что у нас есть у нас есть бас он гудит вот этот плагин он добавляет вот этот знаменитый пердеж бас становится таким модным ну да ну это на самом деле объясняется просто добавляются среднечастотные гармоники и получается очень просто очень просто но есть но есть низкие частоты есть средние и скажем так вот я если выключу эквалайзер и послушаем здесь он играет просто низкие частоты вот например сейчас здесь уже появляются другие гармоники вернем как все как было дальше еще один пресет для баса я вот часто использую он тоже делает по сути то же самое только чуть по-другому ну то есть когда бас играет сам по себе его допустим если ты включишь на динамике телефона его вообще не будет слышно потому что динамик не воспроизводит частоту ниже 100 герц 200 даже герц а вот эти плагины они как раз добавляют окраску немножко басу и его становится слышно ты во многих треках я думаю слышала когда ну ты даже его на телефоне включаешь и там слышно как такое что-то вот максимус тоже это для громкости чтобы он был чуть погромче эквалайзер я вот такую страшную вещь сделал я немножко повысил вот это место и ну скажем так самую низкую частоту слышимую я немножко вверх задрал от этого бас стал и ну скажем так и пердящий и при этом более глубокий ну а лимитер это для сведения с киком это то что я рассказывал ну где-то минут 20 назад когда у нас играет два низкочастотных инструмента таких как кик и бас то они если вместе будут играть они будут конфликтовать лимитер что делает в момент когда ударяет кик он понижает громкость в этот момент у баса то есть как бы открывает для него место если 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 не лимитер то играло бы слава очень слышно но можно услышать что кик где давно стал немножко тише и а если честно я думал что у нас полчаса только пришло нет полтора часа ого ну короче спасибо короче спасибо нет нет сначала скажи заключительное по поводу по поводу по поводу музыки вообще если есть какое-то какое-то желание выразить свои мысли через музыку есть какой-то определенный ну хотя бы хотя бы есть слух музыкальный то в принципе любой может попробовать разобраться в программе как она работает несложно на самом деле с моими навыками мне еще учиться и учиться но пока имеем что имеем по своему опыту скажу что очень часто сталкиваюсь с тем что у меня в голове что-то заиграло я пытаюсь это как можно скорее передать ну скажем так через эту программу то есть я зашел и что-то накидал оно мне понравилось я дальше это доделал и в итоге получился какой-то трек так бы это осталось у меня в голове и я там забыл бы через время а так это как способ выразить то что ты вот слышишь у себя внутри поэтому если есть желание пробуйте все получится хорошо спасибо это был туториал от Влада вы можете перейти к нему на инстаграм на инстаграм на украине не просто в инстаграм у него там ссылка на свой санклауд кстати такой маленький анонс для тех кто меня смотрит сейчас скоро я запускаю свои новые биты я их буду выкладывать на площадку санклауд и возможно возможно я буду выкладывать их на другие площадки такие как apple music google play music spotify это это в будущем я думаю будет вот в общем спасибо всем за просмотр спасибо от вавери спасибо от Влада спасибо Владу от вавери спасибо Катя была ведущей помогала мне скажем так держать боевой дух ну и чтобы вам было немножко интересней всем всем пока секундочку спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok